Сохраняется вот эта вот атмосфера хутора, деревни. По шпалам, как мы сейчас делаем, идти вот вдоль обрывов. Здесь раньше жили монахи. И энергия, вот эта мощная сила, вода, горы. Можно поиметь, так сказать, представление, как жили адыги какое-то время назад. Маршруты такие из-за сюжета Пластилина колец. Вспоминания такие прикольные. По это дело, что-то построили, где-то гостишки новые. Но при этом сохраняется вот эта вот атмосфера хутора, деревни. И сразу же отсюда начинается железная дорога. Гуамское ущелье. Впервые я здесь был еще в школе. Тогда поезд не ходил, и надо было идти пешком. Где она находится? Апширонский район Краснодарского края. Само ущелье это глубокий каньон. Здесь протекает река Курджипс. Она также протекает и по территории Республики Адыгей. И туда мы тоже с вами отправимся в этом видео. Заглянем и посетим с вами места, которые мне чем-то напоминают кадры из фэнтезийных фильмов. И как сказал Гэндальф в Хоббите, мир не в твоих книгах и картах. Он там, снаружи. Поэтому и мы с вами отправляемся в путешествие. Гэндальф в Хоббите, мир не в твоих книгах и картах. Субтитры делал DimaTorzok Начинаются эти ларечки, где продают сувенирчики, мед, еду какую-то Там же тебе предлагают сразу же фотографироваться с орлами, все такое И расписание ходит каждый час Здесь поезд У нас в час 30 Пока вот это минует всех Баргулки на квадриках, орлов фотографирования, еще там с кем-то фотографирования Можно так и опоздать Потому что на самом деле 500 метров, а потом еще надо пройти 300 метров Ну то есть от стоянки практически километр надо пройти Поэтому имейте это в виду, что можно пропустить поезд Мы сейчас тоже так вот у нас уже через 8 минут отправление Время поездки на экскурсионном поезде составит около 20 минут до отметки 1707 метров Именно такое расстояние мы с вами проедем до остановки Люди жили в этих местах еще 5000 лет назад На территории ущелья найдены различные археологические артефакты Свидетельствующие о том, что здесь обитали древние племена В средние века ущелье использовалось как естественный оборонительный рубеж и убежище от набегов Здесь же проживали адыгские племена, которые строили свои укрепления и жилища Конечно, Гуамская узкоколейная железная дорога – это изюминка этого места Она была построена в 1930-х годах для транспортировки древесины из труднодоступных районов к железнодорожной сети России Дорога функционировала до конца 20 века, а затем была закрыта на длительное время В 2000-х годах узкоколейку частично восстановили и запустили туристические поезда Постоянное поселение людей в Гуамском ущелье появилось в 19 веке, когда сюда стали переселяться крестьяне и строить свои дома В начале 20 века в ущелье появились монахи, которые основали здесь скиты и монастырь Монастырские общины вносили свой вклад в культурное и духовное развитие региона, а также занимались сельским хозяйством и ремеслами На поезде не проедешь до самого конца ущелья Он проезжает 1700 метров, ехать я думаю минут 15 на нем А дальше можно также по шпалам, как мы сейчас делаем, идти вдоль обрыва, вдоль самого ущелья Еще можно минут 20, я думаю, гулять по вот этим вот шпалам туда дальше, а дальше начинается уже как бы лес Если по времени рассчитываете туда-сюда полностью весь маршрут, часа два Ну и как вы видели, каждый час ходит поезд, то есть если вы не успели там на 5 минут, то следующего час ждать Там есть кофушка, ну такая как бы кофушка абсолютно базовая, ничего сверхъестественного, водичка, мороженка Кофеек такой себе, если честно, я оставил, не допил, поэтому люкса никакого ждать не стоит Но красота, красота, ребята, ого-го, и воздух, просто запах, это надо просто чувствовать, это не передать словами И энергия, вот эта мощная, сила, вода, горы, понимаете? Если вы заботитесь о своем здоровье, вот вам интересные факты Природа здесь уникальна, Гуамское ущелье отличается удивительным биологическим разнообразием Здесь можно встретить редкие виды растений и животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу Нам рассказывали гиды, что когда-то со склона в реку свалился неуклюжий медведь Поэтому садимся на поезд и смотрим внимание на склоны, может и мы станем свидетелем этой картины Спасибо, пожалуйста Ноют, ноют, дети уже были, все остались Уместо огромный туристический потенциал И в настоящее время ущелье является популярным местом для туристов Здесь проложены пешие маршруты, организуются экскурсии на поездах А также имеются специальные зоны для кемпинга и пикников В ущелье сохранились остатки древних укреплений и пещеры, которые использовались как жилище и убежище Некоторые из этих пещер открыты для посещения туристам Последние годы в ущелье были созданы специальные экотропы Которые позволяют туристам лучше познакомиться с природой и историей региона без ущерба для окружающей среды А теперь, как и обещал, мы отправляемся с вами в мир фэнтези К гномам и эльфам в Адыгею Первый водопад, шум Значит, дальше у нас каскадный Вот так вот он выглядит, непонятно ничего, но там посмотрим Дальше сердце Руфабга Вот такой он 1270 метров до него И 1500 метров водопад Нас ждут водопады Руфабга Находящиеся недалеко от города Майкопа Они являются одной из главных природных достопримечательностей региона И привлекают множество туристов своими каскадами и уникальной природой Всего на маршруте около 16 водопадов Однако наиболее известные и посещаемые первые 5 Каждый из водопадов уникален по своей форме и высоте падения воды В структуре и окружающему ландшафту Сам ручей Руфабга является притоком реки Белой Начинается на севере хребта Азиштау И почти 20 километров несется по ущельям и горным склонам Пока не достигает русла реки Белой в поселке Каменомостки За мной смотрим, как я делаю Карту приложил, прошел Так же Карту приложил, прошел Заходим по такому мосту Через реку бушующую Поднимаемся по лесенке И сразу же написано, сколько до какого водопада Смотрите, я вам сейчас покажу До первого водопада шум 250 метров До второго водопада 1150 Третий, 1270 Четвертый, девичья коса 1420 метров Значит, наш маршрут стартанул Стартанул он с такого небольшого дворика Где сразу же, знаете, вот эти вот киоски, как всегда С продажами, с сувенирами Но, правда, ничего не продавали Ничего не работает Потому что сейчас не сезон Но там есть музей небольшой Вообще, несколько домиков Но прикольно Музей называется Адыгское подворье Прямо на территории Вы зашли Несколько домиков Можно поиметь, так сказать, представление Как жили адыги какое-то время назад Давно До времен интернетов, телевизоров и так далее Ну, тут вот такие вот схемы Огромные билборды Честно говоря, я бы вот это вот все убрал бы Сделал бы все как-то аккуратней Потому что вот это так себе смотрится Родословные древа Там так далее, так далее Герои Это круто Но очень классно, кстати Мне понравилось, как в Казахстане Реализовано было Когда идешь И на маршруте Такие небольшие информационные Красиво оформленные Ну, это не доски Не доски почета А здесь просто баннеры вот так вот растянули Да, я, друзья мои, сказал про Казахстан И не сказал, где вообще все это было Черинский каньон Если вы любите путешествовать Если вы, тем более, планируете Скататься в Казахстан Черинский каньон Я прям рекомендую Наверное, одно из самых красивых мест Где я вообще когда-либо был Кто-то может сравнивать его с Гранд Каньоном Тем, что в Америке Да, Гранд Каньон больше Да, как бы там на вертолетах полетать Но я говорю об эмоциях О впечатлениях И по впечатлениям, по эмоциям Просто посмотрите это видео Это вау Давайте расскажу вам о водопадах Которые нас с вами сегодня ждут Три брата Его могут также называть нулевым водопадом Этот водопад совсем небольшой И расположен у самого края ущелья Вода отсюда тремя каскадами Впадает в реку Белую Полюбоваться этой картиной Удобно с начала маршрута То есть с моста Шум Находится в некотором отдалении от трассы Вы сможете услышать его издалека Поэтому ему и дали такое название Поток срывается с 6 метров Высоты двухэтажного дома А внизу формируется своеобразная чаша В ней обычно отдыхают и купаются туристы Спуститься сюда легко Есть металлическая лесенка И удобные поручни Дальше каскадный Невысокий, но симпатичный водопад Потоки воды падают своеобразными ступенями По склону А внизу маленькое озерцо Люди выходили Ну, как вы заметили Уже с такими грязными ногами Потому что был дождик И здесь, ну, собственно говоря Никто, естественно, плиточку не выкладывает Здесь все натурально Ну, пока вот так Пока вот так Но дальше обещают быть грязнее Имейте в виду, что здесь сыро Потому что лучи солнечные Проникают сюда как? Посредственно Здесь тоже могут быть комары Которые летают и кусают Все, что шевелится здесь Поэтому берите с собой Что-то от комаров У меня сейчас все закрыто Но неопытный турист Может прийти сюда в шортах Может прийти сюда в майках Вот и комарики могут покусаться здесь Имейте в виду Сердце Руфабга Это легендарный каскад С ним связано множество легенд О которых я еще вам расскажу Здесь Руфабга огибает овальный валун Напоминающий сердце И мощно срывается вниз Во время весенних паводков Из-за глины вода становится красноватой Чаша любви Дойти до этого водопада сложно Нужно будет взять специальное снаряжение Вода срывается с высоты 5 метров В небольшой круглый водоем По легенде Купание в этой чаше Приносит удачу в любви И нас ждет самый красивый водопад На мой вкус Девичья коса Он же шнурок Лично мне больше нравится коса девушки Так красивее и романтичнее Особенно если вы с возлюбленной Ну что за шнурки Согласитесь Сделаны такие маржуты Лесенки То есть в принципе Все очень удобно Пока не было никаких нюансов Если вам интересно Какую обувь брать С собой Я конечно сменную обувь Лучше всего взять Ну в такую дождливую или сырую погоду Но на выходе был краник Можно помыть ножки свои Можно ли пройти это все в шлепках Да можно и босиком пройти Тут вопрос как бы Дело комфорта Кому как удобно Заблудиться здесь Мне кажется практически невозможно Потому что везде маршруты Везде значит Начерченные знаки на деревьях Куда идти Чего делать Поэтому ну не заблудитесь Вообще длина всего маршрута Около 4 километров Но мы пройдем его не весь По сложности маршрута Он считается средней Сложности и подходит для большинства туристов Включая семейные группы и детей Однако стоит учитывать Что на пути встречаются Каменистые участки И крутые подъемы Требующие осторожности Смотри какой мох Это что у нас Север или юг Скажи мне Север Вот там Юг значит вот там Да Север туда Вот там север Если вам надо будет Вдруг Как вам здесь просто маршруты Такие из сюжетов Пластилина колец В любом фэнтези мы с вами встречаемся с великанами Эльфами Гномами И волшебниками Водопады Руфабга Не исключение И они тоже окружены Многочисленными легендами Одна из таких легенд Гласит что водопады Были созданы великаном Руфабга Он пытался сбежать от врагов Упал Те его тащили за ноги Или еще за бог знает что А каньоны Он вырвал своими руками Хотите верьте Хотите нет Но я видел своими глазами И вот вам еще одна легенда Пока вы думаете Стоит ли ехать Или нет Все тоже про Руфабга Но уже про Некого огромного ящера В общем дракона У него было гнездо В одной из пещер И летал оттуда он И угнетал Беспощадно живущих В окрестности людей Но молодой герой С помощью колдовства И нешуточной отваги Сразил архаичную тварь Вот собственно говоря Сердце Руфабга Это окаменевшее сердце дракона И вы сможете представить Размеры этого огромного монстра Друзья на этом у меня все Не забывайте Что у меня есть и второй канал Про зарубежное образование Где вы можете узнать Об учебных заведениях По всему миру Также посмотрите Мой предыдущий выпуск Про достопримечательности Анапы Что там можно посмотреть Какие красоты там есть Где можно погулять Что увидеть Где пофотографироваться И тем более Ехать совсем недалеко Пока Увидимся в следующих выпусках Редактор субтитров А.Семкин